Субтитры сделал DimaTorzok Все подумали, что я делала себе новое тату каждый день Ребята, я советую как-то реально посмотреть на ситуацию Каждый день делать себе новое тату Но как-то вот это же тату как-то исчезало через неделю Вот что-то как-то не складывалось В принципе, это называется наклейки Или как они называются? Тату, в принципе, который ты ложишь, воду мочишь на эту тату Держишь там 10 секунд, потом смотришь, и у тебя такое тату Если очень сильно тереть, тогда она уйдет, да? В принципе, я этим очень-очень увлекалась в этом месяце Так что вот это тату делают компании из Франции Которая называется Skin Feelings, по-моему Там было тату с пальмой классной Просто, я не знаю, всякие там А, да, был как атлас такого мира Короче, я себе делала тату каждый день И все думали, что реально Хожу в тату-студию каждый день и делаю себе тату Если хочешь один день удивить родителей Купите себе такие тату И вы в тюрьму, наверное, попадете Или ремень точным вытащится Также в этом месяце немного людей заметили Что у меня волосы как-то немножко... Окей, ну здесь не видно Ну как-то у меня волосы осветились немножко И я себе купила вот такую штучку Потому что я видела рекламу на Ютубе Вот есть... Вы знаете, перед видео Там иногда реклама играет Вот реклама для такой штучки играла И как-то я не... Маркетинг работает Я вам говорю, блин, я это купила И, наверное, кто-то купит, потому что я об этом говорю Маркетинг, а? Ну что делать? Короче, мне эта вещь реально нравится Это, в принципе, гель, который осветляет волосы немножко Это эффект дает, как будто солнце поцеловало твои волосы летом И здесь нет аммония По-моему, это можно использовать, в принципе, так просто на волос Их не обязательно надо смывать Я все равно это смываю, потому что я не знаю Как-то я боюсь это оставлять на волосах очень долгое количество времени Мне очень нравится эта штука У меня волосы реально немножко стилились И я их ложу особенно на корни мои Потому что я не хочу себе отбеливать опять волосы Вредить им Наверное, вы знаете, я обожаю вот эти очки Потому что они настолько стильные И с чем бы их не одеть, этот наряд станет стильным Да, вот я не могу даже перестать их одевать Я могу их одеть даже в каким-то роскошном платье И это платье станет в 10 раз круче Потому что эти очки имеют специфический стиль И, короче, они заряжают любой наряд с этим стилем И правильно, что я их обожаю Потому что как же тяжело они мне дались Я не могла их найти 6 месяцев Потом нашла их, потеряла на пляже Потом опять купила их Еще в этом месяце я очень-очень полюбила вот такие сережки Я их называю пупок сережки Потому что если у вас когда-то был пупок проколот Или если он все равно вас проколот Или если вы знаете, как эти сережки выглядят Короче, они так же выглядят Вот эти сережки я купила в River Island в Лондоне А вот эти из Asos.com И у них есть в любом там цвете Я не знаю, у них куча моделей такие есть И они сейчас очень модные Я сначала как-то была не то что против Но я всегда такая скептическая Когда я вижу новые тренды И потом как-то месяц, два, три, четыре проходит И я такая, мне это нравится, мне это надо Так что так же было с этими сережками И теперь я не могу их снять Потому что они реально очень-очень крутые И гораздо более интересные, чем обычные сережки Так что я их купила в разных цветах Вот такие золотые Тоже какая-то, не знаю, интересная версия В этом месяце я нашла компанию для белье Которое называется SJ По-моему, украинская компания Только она сейчас... Ну, не то что украинская компания Но женщина, которая сделала эту компанию Она из Украины Из-за этого это очень близко Ко мне интересно Не то что я из Украины Но она говорит по-русски Она мне пишет на e-mail Она вообще не знает, что я буду снимать ей вот это видео Но я просто хотела вам показать Что, блин, белье просто суперское Это не как обычное такое белье Оно настолько красивое и уникальное Низ, который повышенная у него талия Я вам показываю трусы В моем фаворите видео Потому что... Суприз! Я ношу трусы О, май гайд! Соня, мы же думали, ты голой ходишь Красивые вещи есть красивые вещи Я их ценю Такие сапожки, которые все просто обожают мне Писать, насколько же эти сапожки отстой Насколько же они уродливые Соня, это ужас полный Ребят, на вкус и цвет Товарища нет Когда я увидела эти сапожки Я обалдела Я такая Дайте мне это сейчас же Я не знаю, как вам... Короче, я сделала клип поближе Я эти сапожки обожаю Это самая красивая вещь на свете Короче, вот эта компания Сенсо Я, по-моему, вам уже рассказывала про нее Все сапожки Всю там обувь, которую они делают Настолько красивые Когда-то у меня были коллекции Сенсо обуви Потому что они делают просто роскошные вещи Также хотела бы вам показать такой карандаш от MAC Это карандаш для губ Он на мне сейчас Называется Boldly Bare И, в принципе, я просто обожаю такие Немножко темнее нюдовых Но все равно нюдовые такие подводки для губ Потому что они делают красивый цвет на губах Я не знаю, он выглядит очень натурально Но как-то делает что-то с лицом такое красивое И если ты хочешь, ты можешь нарисовать себе линию губ, которая тебе нравится Или контур губ, которая тебе нравится Если ты хочешь побольше нижнюю губу Или поменьше ее сделать Или побольше верхнюю губу Ты можешь все нарисовать с таким карандашом Алло 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 Спасибо за звонок, папа Было очень приятно поговорить с тобой Мне очень в этом месяце нравится Диджей Кайго, по-моему, его зовут Я не знаю, он делает всякие ремиксы Таких крутых песен И просто все его ремиксы Суперские Я вам оставлю мой ВКонтакте плейлист Где все мои песни Почему-то мне всегда пишут, что он чем-то закрыла доступ на свою музыку ВКонтакте Я ничего не закрывала, ребята Он просто ВКонтакте тупит иногда Я вообще не могу слушать музыку на моем айфоне Я не могу искать новые песни на моем айфоне Когда я на ВКонтакте приложении ВКонтакте Исправьте себя Потому что вы не работаете Но если вы зайдете на десктоп, на сам компьютер По-моему, мои аудиозаписи будут работать Но я ничего не закрывала Мне очень нравится новый альбом Lana Del Rey Я об этом уже говорила? Нет? Алло Самая лучшая новость на свете Меня, Эл Грол, пригласили в Москву На мероприятие такое И устроили конкурс для вас Так что если вы начинающий блогер Или если вы хотите стать блогером Если у вас есть какие-то социальные сети Как Инстаграм или что-то Вы можете участвовать в конкурсе Буду проводить такую маленькую мини-школу Или что-то там Типа этого И буду отвечать на всякие ваши вопросы И чтобы попасть на эту такую мини- Это не совсем встреча, это будет просто как такой курс Не то, что курс от меня Я не знаю, как объяснить это все Чтобы не подумали вы, что я там зазвездилась и все это Короче, будет такая мини-стреча, которая организованная Потому что я не люблю неорганизованные встречи И чтобы попасть на эту встречу, надо просто пойти на сайт И там вы видите всю информацию про это Это будет 29 августа После этого у меня будет онлайн-транзляция Это будет около пяти или шести вечера Точно я не знаю, когда буду знать точно Напишу вам везде Но вы меня всегда спрашиваете сделать онлайн-транзляцию И я не знаю, как их делать вообще-то так что Я не знаю Даже если вы не попадете на эту встречу для блогеров Вы можете все равно спрашивать меня вопросы Я понимаю, что многие из вас написали мне Что они там разочаровались во мне Потому что они ожидали встречи в Москве Такую общую для всех Ребята, я понимаю Я настолько благодарна, что вы принимаете меня как друг И что вы все хотите со мной встретиться И все надеетесь на это Но вот реально посмотрим на эту ситуацию У меня 800 тысяч подписчиков Половина из них живут в России Половина из них живут в Москве Это 200 тысяч людей Я не хочу сидеть за каком-то столом И писать вещи, и фотографироваться с вами Я хочу с вами общаться И я не хочу делать такие встречи Когда я просто буду писать вам что-то Или подписывать вам что-то Или фотографии делать с вами Потому что кто я? Я блогер, я человек так же, как и вы И я не хочу устраивать хайос какой-то просто в Москве Потому что я знаю, у меня там очень много людей Когда-то я надеюсь, что я могу со всеми с вами встретиться Но пока это невозможно Потому что у меня нет организации У меня нет идеи, как я могу это все устроить Но это не последний раз, когда я буду в Москве Я вам обещаю, я со всеми с вами встречаюсь Я со всеми внимутся, сфотографируюсь И все, что вы хотите Не волнуйтесь, я планирую быть обратно в Москве Там осенью И в Питере я буду, так что не волнуйтесь Все будет хорошо Так что все, ребята, спасибо огромное Я вас очень-очень люблю Участвуйте в конкурсе Я все напишу, все продукты Всю музыку, все внизу И все, пока! Пока!